Как сейчас в Каталонии, около часа назад там начался референдум о независимости. Несмотря на запрет Мадриды и предупреждение испанских властей, люди с ночи ждали в очереди, чтобы отдать свой голос. Правительство автономного сообщества заявляет, что голосование пройдет в любом случае. На прямую связь со студией выходит наш специальный корреспондент Стас Натанзон. Стас, здравствуйте. Еще раз, как ситуация разворачивается сейчас? Что происходит? Да, здравствуйте, Вера. Но на самом деле говорить о том, что референдум все-таки начался, пока еще рано. Час назад действительно избирательные участки должны были открыться. И казалось, что вот-вот откроются. Но вот уже прошел час, и вы видите, например, школу за моей спиной, где очень много людей собралось, но на избирательные участки их так и не пускают. Полиция и федеральные власти отрезали все школы региона от интернета, и поэтому комиссии не могут начать работу, начать пускать людей. Более того, на некоторые школы полиция все же начала брать штурмом. Прежде всего, это те школы, где должны проголосовать известные в Каталонии политики или руководители региона. Например, в Жироне, где должен был голосовать Карлос Пучдемон, это глава правительства Каталонии. Полиция врывалась на этот избирательный участок, разбивая окна. Под дубинки попадали люди. Давайте посмотрим, как это было. Каталонии! Каталонии! Субтитры делал DimaTorzok Неизвестно, не сообщается Но такие же столкновения происходят и на некоторых избирательных участках в самой Барселоне Надо сказать, что люди к этому были готовы Именно поэтому сейчас вокруг нас так много людей По сути, это такой живой щит для избирательных участков Урны для голосования до последнего момента прятались И вот на наших глазах буквально за несколько минут до того, как избирательный участок должен был открыться Их сюда привезли Давайте посмотрим Я быстро заканчиваю Итак, вы видели и слышали, люди кричат Вот АРМ, то есть мы проголосуем на каталонском Но пока проголосовать они не могут Как вы видите, за моей спиной людей много Но внутрь избирательного участка их пока не пускают Ну, не пускают Что ж, будем следить Посмотрим, откроются ли вообще избирательные участки Начнется ли референдум на самом деле Вера Стас, спасибо С последней информацией из Испании был наш специальный корреспондент Стас Натанзон Испания Продолжение следует... Продолжение следует...